здравствуйте дорогие друзья здравствуйте телезрители хочу сегодня предложить вам прослушать очень важное послание в канун праздника пасхи и вообще каждый раз я уверен что нам нужно думать о тех вещах которые сегодня мы решили затронуть в этой программе вы услышите что-то очень важно о смирении и кротости поверьте это не то что является второстепенным для жизни верующего человека наоборот это является фундаментом на котором можно возводить стены нашей христианской жизни поэтому будьте предельно внимательны откройте свое сердце и наслаждайтесь этим посланием увидимся в конце программы не переключайтесь давайте откроем вместе со мной одно место священного писания которое станет основанием нашего сегодняшнего разбора с библии это место писания евреям 5 глава послание к евреям 5 глава 7 стиха евреям 5 7 он имеется ввиду иисус христос в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое блага валение хотя он и сын однако страданиями навык послушанию и совершившись сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного был наречен от бога первосвященником по чину мелхиседека давайте выделим несколько важных мыслей драгоценные мужчины и женщины библия говорит нам автор послания к евреям что иисус христос в одни плоти своей то есть в то время когда он был с нами с человечеством он принял образ раба а став подобный нам человеком он был 33 с половиной года здесь среди людей и вот когда он был здесь среди нас среди людей что произошло он сильным воплем и со слезами приносил богу молитвы и моления несмотря на то что он был сыном божьим несмотря на то что он знал бога как никто другой но будучи во плоти он показывал пример как нужно жить и что было очень важным в его земной жизни то что он молился он молился как только можно и где только возможно было он приносил богу молитвы в ночных молитвах своих общаясь с небесным отцом он учил учеников молитве и они кстати больше всего просили научить их молиться то есть своим жизненным примером он демонстрировал что молитва это неотъемлемая часть жизни любого человека аминь и здесь написано что его молитвы были сильным воплем что такое сильный вопль это никогда что-то знаете такое ну знаете религиозное и такое знаете похоже на на шепот похоже на какие-то знаете такие ну чисто традиционные написанные молитвы нет иисус молился и библия говорит что порою иногда вот особенно в гефсиванском саду его капли пота были как капли крови вот такое было дерзновение и усилия в молитве к богу и здесь написано что он это совершал на протяжении всей своей земной жизни молился моление это уже что-то найти как бы как апогей молитвы это уже знаете такое пребывание в божьем присутствии моление на растянутое на долгое время они просто двухсекундная молитва и знаете что здесь написано что бог отец реагировал на его молитвы бог слышал его молитвы и конечно же он приходил на помощь и отвечал на его молитвы знаете это потрясающий пример который сегодня есть в нашей жизни жизнь иисуса христа как быть услышанным небесным отцом тема моей проповеди им так и называется что нужно от человека чтобы бог его услышал что нужно от каждого из нас чтобы бог слышал реагировал и приходил на помощь вам интересна эта тема друзья знаете мы действительно на пороге величайшего праздника христианства это пасха да есть ну очень важные религиозные или духовные скажем так правильные события в жизни верующих людей вот рождество христа когда сын божий стал сыном человеческим чтобы сыновья человеческие стали сыновьями божьими и мы очень сильно понимаем значение этого события в истории человечества бог обитал среди нас слово стало плотью полная благодать и истины он был здесь на этой земле но он пришел сюда с определенной целью он был среди людей чтобы научить людей ходить правильно чтобы каждый изучал божье слово и становился исполнителем этого слова его жизненный пример мне очень нравится описал апостол петр во 2 первом петра 2 21 где было написано ибо вы к тому и призваны потому что и христос пострадал за нас оставив нам пример дабы мы шли по следам его апостол петр говорит есть следы господа это его реальные поступки это все то с чего мы можем брать пример для каждого из нас это его действительно хождение в присутствии божьем это постоянный контакт с небесами это молитвенная жизнь это жертвенная жизнь это самоотверженная жизнь которую проказал нам и всем иисус христос наш учитель и господь скажем на это аминь и вот знаете интересно что господь слышал его молитвы он был услышан 7 стих 5 главы послания к евреям за свое благоговение оказывается есть условие которое предшествует тому что бог услышит наши молитвы условия которое было в жизни иисуса христа почему бог слышал иисуса и одновременно не слышал фарисеев друзья почему это происходило потому что действительно у иисуса было нечто чего не было у фарисеев у иисуса было нечто чего не доставало фарисеев фарисеем что это автор послания к евреям говорит благоволение я начал исследовать это место писания и знаете обнаружил что интересно слово которое мы очень редко используем или вообще в нынешнем двадцать первом веке не используем под пониманием слова благоговение означает вы можете записать это вам поможет в будущем в дальнейшем благоговение это благоговение это смиренное подчинение вы слышите смиренное подчинение оказывается для того чтобы бог услышал нас нам необходимо условия для этого одним из важнейших условия мы в течение этого месяца будем держаться этой важнейшей темы смирение и кротость кротость и смирение что это это что то что уже не модно не традиционно нет друзья я уверен что кротость и смирение это пример для каждого из нас из жизни иисуса христа из других персонажей которые в течение месяца будем смотреть как эти люди были услышаны потому что я хочу чтобы бог меня слышал как насчет вас вы хотите чтобы ваши молитвы не не были до потолка и назад а были туда вознесены и услышаны самое главное господом услышаны потому что когда бог слышит молитвы он обязательно реагирует гордость мешает нашим молитвам важно быть вознесены к престолу благодати и милости отца гордость надмение самоуверенность многие вещи которые знаете как бы становятся преградой на пути наших молитв я не хочу как павел говорит бить воздух эти смысл тогда быть христианином если твои молитвы не услышаны богом смысл тогда дайте постоянно бить поклоны и и и челобитные как как некоторые конфессии да и и бог не слышит бог не реагирует это знаете как игра в одни ворота зачем приходить к богу если бог не слышит тебя между тобою им какая-то преграда стена завеса иисус христос научил нас оставил нам пример следования за ним чтобы наши молитвы были услышаны небесным отцом скажем на это аминь драгоценные вы знаете вот эта мысль быть услышанным богом она так сильно коснулась моего сердца и вот здесь написано что он действительно хотя и сын но бог отец допустил страдания в его жизни потому что через страдания он приобрел навык навык когда человек страдает он имеет очень важное знать такое состояние навыка навык к послушанию навык полному подчинению к полному знаете постоянно вот такому действующему смирению подчинения благоговение еще раз это смиренное подчинение смиренное подчинение воли небесного отца и вот совершившись то есть он действительно достиг вот этого апогея своего послушания апогея своего послушания этим апогеем было знаете не что иное как гефсиманская молитва молитва в гефсимании многие люди говорят когда была одержана победа на голгофе и ли в гефсимании я думаю что голгофа проявила победу спасителя но настоящая победа когда он с таким знаете очень серьезным состоянием молитвы он пришел к тому что он проговорил отец в начале как бы до конца не 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 подчинившись помните он говорил отец а может быть это чаша страдания минует меня где-то чисто по-человечески ну никто не хочет в 33 года умирать вы со мной или нет ведь он был похожим на нас и и мы имеем те же чувствования и когда весной все расцветает представьте когда весной все оживает когда жить хочется даже самому уже знаете потерянному человеку больному грешному смотришь деревья птицы поют я утром проснулся около 6 утра я посмотрел какое красивое небо солнышко восход солнца думаю боже как хочется жить аминь как хочется жить и узнаете иисус хотел жить я не верю что знать вот 33 года он жил только с тем чтобы ну вот знаете пришел этот момент я думаю что он хотел жить он хотел жить и вот эта молитва в гефсимании когда он склоняется на колени этот камень барения в гефсиманском саду в иерусалиме есть это место потрясающее место гефсимания и там есть этот камень скалы где произошла это настоящая смерть смерть для себя смерть для того чтобы воля небесного отца свершилась в его жизни иисус стоял на коленях он он кричал его пот был как капли крови падающие на камень представляете он он открыл глаза и он смотрит целая лужа крови целая лужа крови его крови которая стекала с его лба бежа по щекам и капая рядом он увидел эту кровь и в тот момент когда он говорил отец но да будет воля твоя в тот момент друзья произошла победа всего человечества потому что если бы он нашел отговорку если бы он отказался дойти до конца представьте сегодня бы у нас с вами не было спасения там в гефсиманском оказывается он подчинил себя воле небесного отца и бог сегодня он дал ему этот статус этот титул по чину мелхиседека царя мира царя все над всеми богами но когда это было я верю что это родилось в его сердце в гефсиманском скаду потом были три дня страдания три дня наказания три дня предательства иисус был во гробе казалось смерть победила где ты сын божий хохотали бесы и демоны думая что они победили иисуса христа но бог видя его благоговение он воскресил его на третий день он вырвал его из ада и смерти и библия говорит что он посадил его выше всех престолов выше всех имен и дал ему имя царь царствующий господь господствующих нет другого имени выше чем имя иисуса христа аминь но этому всему предшествовали эти условия благоговение послушание смирение подчинение себя воле своего небесного отца аминь вы знаете я хочу чтобы мы сегодня действительно поняли очень важную мысль что у бога для каждого из нас есть достаточно благословений в каждой сфере нашей жизни и вот псалом 30 20 написано псалом давида как много у тебя благ которые ты хранишь для боящихся тебя и которые ты приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими давид получил это откровение господи у тебя есть благо для моей жизни у тебя есть приготовленные уже на все случаи жизни ответы на все мои вопросы на все мои нужды на все абсолютно все мои потребности у тебя есть склад благословений аминь но интересно что эти благословения приходят нашу жизнь здесь написано ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков благословен господь что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе сметение моем я думал вот 23 стив сметение когда проблема пришла когда людские мятежи когда хотели его сбросить царского престола эти люди которые из-за зависти из-за найти ну просто банальная земная зависть вот знаете первая кровь которая пролилась на этой земле это была кровь авеля который был убит каином из-за чего религиозная зависть религиозная зависть бог слышит его молитвы и приходит на его жертву она и молитвы бог не слышит говорил каин и не реагирует я ему это это и и и столько раз поклоны бью и столько раз перекрещивать моих молитв не слышит авель какой-то конкурирующая фирма он слышит бог его молитвы что надо сделать и знаете что дьявол подсказал каину убери конкурента это первые люди это первые дети адама и его убери конкурента и первая кровь это была кровь на религиозной почве бог этого слышит меня не слышит что делать чтобы бог меня слышит не то чтобы научиться взять опыт посмотреть проанализировать промониторить почему бог слышит молитвы авеля каин делает глупейшую ошибку он убивает каина знаете библия говорит что кровь авеля вопила к богу и бог продолжал слышать уже кровь этого первого убиенного на религиозной почве представляете насколько мы живем в этом мире где все начинается от бога и все богом закончится вот почему нам нужна библия чтобы нам не стать на путь крестовых походов почему нам нужно слово которое должно быть всегда светильником перед нашими ногами чтобы мы не повторили ошибки каина а бог его слышит что делать надо его оклеветать надо его унизить в глазах людей или равно не выдержит уйдет из церкви а меня бог будет слышать глупости бог совершенно иначе смотрит на эти вещи поэтому дал библию горит читай учи здесь все написано и вот здесь написано смятение моем я думал я отвержен от очей твоих сомнения разные мысли война на уровне разума но ты услышал голос молитвы представляете бог услышал как замечательно когда я вас звал к тебе вот почему давид говорит любите господа больше чем все что есть в этом мире все праведные его господь хранит верных и пастухающих надменно воздаст с избытком посмотрите давид понимал это откровение чтоб ключ к его успешной жизни земной именно лежит в том что должна быть молитва к богу молитва без которой не бывает никаких изменений в лучшую сторону когда ты молишься ты не грешишь когда ты грешишь ты не молишься и дьявол понимает эти вещи вот почему когда знаете иисус просил петра и она пожалуйста помолитесь обо мне эти взрослые мужики были усыплены сном молиться ночь на дворе мы поспим чуть-чуть учитель иисус горит ну хорошо с первого раза не поняли может быть со второго опять приходит через час горит не могли бы хотя бы час молиться что такое час это всего лишь такое мгновение он горит мне сейчас так нужна ваша молитва а больше всего вам нужна молитва даже больше чем мне потому что я пройду свое поприще а к вам придут искушения и если ты не молишься ты не сдашь своих экзаменов вы со мной или нет дорогие друзья мы подошли к очень важному ответственному моменту этой программы и не только ответственному моменту этой программы но наверное к самому ответственному моменту жизни кого-то из вас я хочу предложить вам произнести эту молитву покаяние которая навсегда может изменить все вашей жизни в лучшую сторону просто сейчас в присутствии божьем так много было сказано о кротости и смирения давайте смиримся перед богом давайте закроем свои глаза откроем свое сердце и скажем своими устами эти важнейшие слова в жизни любого человека повторите за мной дорогой небесный отец я прихожу к тебе в этой молитве во имя сына твоего иисуса христа я верю что он умер за мои грехи я верю что он воскрес на третий день для моего оправдания поэтому сегодня иисус я приглашаю тебя в свое сердце свою жизнь войди и стань господином всей моей судьбы я нуждаюсь тебе мой бог из этого момента я доверяю тебе всю свою будущую жизнь иисус ты мой господь а я твою дитя благодарю тебя за то что ты слышишь и входишь в мою жизнь как спаситель моей души да будет слава тебе за все во веки и веки мой великий бог отец сын и дух святой драгоценные друзья если сегодня произошел этот важнейший переломный момент вашей жизни вы покаялись своих грехах и стали тем человеком которого иисус знает по имени потому что в момент покаяния библия говорит он записывает наши имена в книгу жизни с этого момента все в вашей жизни изменится в лучшую сторону так обещает бог в своем слове любая молитва которую мы говорим богу с момента покаяния услышана им и он обязательно отвечает нам наши просьбы второй очень важный момент начните читать библию потому что это слово божье духовный хлеб для вашего духовного возраста третий момент обязательно найдите по местную церковь в том месте в том городе поселке или каком-то районе мегаполиса наверняка есть те люди которые также любят бога изучают его слова станьте частью божьего народа и вы удержите то спасение которое бог вам сегодня подарил четвертый важный совет который хочу дать вам драгоценные подпишитесь на наш канал в youtube следите за нами на наших аккаунтах социальных сетях и вы будете первыми кто узнает о всем что происходит в нашей поместной церкви и конечно же бог да благословит вас с этого момента и последующие дни жизни вашей на земле мы молимся вас любим вас и благословляем во имя отца сына и святого духа аминь 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 1 мая приглашаем вас на праздничное событие пасха целый день мы будем праздновать этот ожидаемый и значимый праздник в 9.30 начало театрального кукольного спектакля для детей кто твой царь каждому ребенку подарок после спектакля начало регистрации в 9.00 кдц днепропресс праздничное общецерковное и молодежное служение с хлебопреломлением пройдет в 12.30 объединимся все вместе чтобы в этот день прославить нашего бога ждем вас 1 мая церкви дверь неба кдц днепропресс христос воскрес днепропресс христос Varga Субтитры сделал DimaTorzok